всем привет немного о себе о начинающем блогере шучу да просто очень много интересного с чем хочется поделиться с кем поговорить как бы живой журнал меня зовут даник драйвер живу в америке в 13 лет переехали с родителями в америку сейчас работаю на дальнобое трак драйвером работа конечно так себе потому что очень сильно цены просели зарплаты просели все на свете последние три года очень все печально все идет почему-то вниз хотя мои друзья кто имеет свои фуры надеются что все пойдет вверх когда-то каждый раз говорят вот-вот следующем месяце будет лучше вот-вот следующем месяце будет лучше и ничего лучше не становится но он как водитель относительно нормально работать одного друга переубедил то что выгодней сейчас работать водителем а не owner operator самым на себя работать так он дома запарковал фуру прям реально дома у него в этом во дворе стоит и начал работать водителями сказал да лучше стало потому что на все хватает платят за трак понемножку но относительно лучше финансовом положении стало а другой друг до сих пор ездит на себя ломается чуть ли не каждую неделю трак но он работает потихоньку потихоньку посчитал налог и вышло так что он в минус в 3000 ушел за год заработал там почти 300 тысяч и минус все списал 300 тысяч списал да еще минус в 3000 но хорошо что у него жена работает поэтому выровнял финансовое положение в семье точнее она выровняла и перекрыла его убытки но ничего страшного как говорится это дело наживное скоро он будет зарабатывать больше чем она поэтому поэтому и семья есть на этом свете ну траковый бизнес это я о чем то что траковый бизнес сейчас очень тяжелый особенно если у тебя только одна фура а если у тебя еще водитель ездит две-три фуры как бы они дороги и кто-то ездит на них то также очень все плохо потому что траки ромаются зарплаты мо доходы маленькие от перевозок надо платить водителю надо платить ремонт и страховки все дела поэтому не очень выгодно ездят те как работаете компании которых там 10 и больше траков потому что они могут немного друг друга перекрывать особенно если они работали в хорошие времена так они с лихвой ну и оставили часть денег не себе в карманы забрали а в компании то они нынешнее время перекрывают свои минусы которые есть сейчас ты на небольшом трак стапе сервис плазе пенсильвании траки стоят возле меня здесь короче ножка надо отдохнуть 30 минут брейка поэтому пообщаюсь с вами сходил вот в это здание там есть что покушать кофейка выпить туалет все цивильненько все красивенько есть на улице место где можно отдохнуть справа для электрокара вон электростанции стоят для зарядок то немного здесь отдыхаю ну и с вами пообщаться решил рассказать о себе люблю тельняшки носить очень удобно комфортно и классно могут очень многие русскоговорящие подходят именно видят тельняшку и подходят разговаривать сразу на родном русском языке это приятно и видеть и слышать зимой я ношу тельняшки именно зимние как кофты а летом в таких тельниках майка майка ну и загорать можно конечно у них когда работал на кархоларе то постоянно потому что в футболке ты загоришь только по отсюда одета как говорится этот дачный загар получается а уже в этой майке только по лямкам хотя все равно говорят те что дачный загар но с нашей работой постоянно так особенно левая сторона вечно загорает загорелая точнее потому что солнце всегда палит по жесткому летом особенно там в Аризоне Калифорния там вообще беда с этим когда на кархоларе работал начинал работать в этой сфере дальнобоя у нас у хозяина трак был 2002 года на механике на Калифорнию мотались 9 машин возили там ни кондиционера ничего с открытыми окнами летом едешь весь потный мокрый короче вообще без всякого энтузиазма но отработали 2 года экспириенса на кархоларе 2,5 года потому что на рефрижератор или на драйвэн не хотят брать без экспириенс а экспириенс где ты можешь без опыта вождения а где ты можешь опыт вождения взять только в тяжелой работе это кархолинг, степдек как лесенка идет или же флэтбэд также подойдет сейчас секунду надо отъехать, а то спереди не вмещается дядя сейчас у меня холодно снесет ну, вроде выехал да, узкие здесь, конечно, выезды неудобные интересно, как я буду выезжать тоже будет, наверное, с приключениями дяденька поехал в SWIFT у нас о SWIFT, о компании SWIFT, не очень хорошие эти идут легенды SWIFT драйвера, они очень такие специфические водители вечно или застрянут, или еще что-то короче, всегда с ними проблемами ездят всегда с какими-то проблемами извиняюсь, немножко голос подсел ну, короче, да, и вот так вот езжу сейчас на Амазоне очень интересно, прикольно и, ну, кайф Амазон, это относительно классно и вот такое бывает это И вот такое бывает. Вот столько с техники нагнали, чтобы вытащить. Все, поехали. Дубль 2. Теперь здесь застряли. Тупо теряем время. А завтра утром доставка должна быть. И ова! Сейчас минимум час потеряем здесь. Я и так в 2 часа ночи приезжать должен был. Мне плюс заправиться нужно. Плюс этот трафик. Короче, немного застрял. Зато погодка хорошая. Вечереет. А на той стороне фуры едут и проблем не знают. Вот немного движемся. Но это ненадолго. Заехал я, короче, на Амазановский посыл. И туда, на складах. И теперь ехать аж в аэропорт. Там Амазановские склада идут. И аэропорт. Длинная такая дорога идёт. Под забором и всё. Что-то новое, что-то интересное. Куда-то этот груз будет прилетать в другую страну. На этот. А здесь аэропорт. Именно для грузовых только самолётов. Так как грузовые самолёты грузятся здесь. Первомный тут DHL. Вон Prime самолёты. Там тоже стоят самолётики. А вот склад огромный. Этот амазоновский. Это такая колдува. Надо сейчас найти на своё место и парковаться. Амазон. Амазон. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Амазон. Буквально минут 20 и 30 отъехали. И ещё один трафик попался. Опять где-то минут... да не минута полтора часа простояли короче в итоге это должен был быть доехать за 50 минут доехала за три часа но нормально доехали сейчас пойду покажу что привезли откроем прицеп запаркуем его и будет все по кайфу так что сейчас посмотрим что мы там везли вот такие склады, 120-й, надо выйти за 21-й и этот, смотри какие он огромные видите, здание огромное, амазоновское и это все на другую сторону выходят самолеты грузят с другой стороны да прикольно большая парковка, точнее место где развернуться запарковаться можно а вот и все, запарковали, всего лишь один палетик привезли а вон фура, расцепились уже, сейчас только отцепимся и все вот такое здание огромное как-то так а вот и все, приехали на Венди, сейчас покушаем так, вот так вот, драйв-тру туда-сюда, все дела ну мы пойдем туда внутрь, посидим немного там, покушаем и поедем на загрузочку лайкосики, подписываемся, буду очень благодарен кто будет помогать мне развивать мой канал пишите комменты что-то интересное, интересовать вас будет, обязательно отвечу все до встречи до встречи субтитров я всем Продолжение следует...